Да, понимая, трудно поверить, в который раз мы с вами находимся в невозможном месте, в невозможном незначении, несуществующем. Оно как раз реально существует, как большинство гигантских сооружений на гравюре, выдающегося итальянского гравюра, мастера фортов, Джованни Батиста Пиренези. И сегодня 22 выпуск. Итак, пойдемте попробуем пройтись и посмотреть, что же это за сооружение. Вообще, я долго ждал, когда же, когда же, когда же смогу уже показать эту, будем называть, цистерну. Цистерну не в значении, была тут вода или не была тут воды, огромная вот эта цистерна, а формой, форма саркофаг, форма театра, чтобы мы понимали, цистерна – это большое, а в данном случае просто огромное, арочное, подземное сооружение. У Джованни Батиста, а эту гравюру я увидел буквально накануне, за два дня до съемок, и сразу понял, наконец-то, вот теперь я могу. На гравюре Джованни Батиста мы с вами видим огромное, подземное, вот так же вот с наклоном света арочное сооружение с лестницей, по которой я спускаюсь, и людьми. Ну, а так же занос, горы мусора, засыпав, все как положено, и частично даже перестроек. Что же перед нами? Джованни Батиста изобразил, нет, не цистерна, он изобразил подземную часть, так у него и записана она названа, я сейчас вам даже озвучу, подземную часть сооружения мавзолея императора Августа, ой, простите, императора Адриана, конечно, сооружение мавзолея императора Адриана, но вряд ли вы, может быть, и спросите, а где это император Адриана мавзолей в Риме? Да все его знают, знают под другим именем, под именем замка святого ангела. Того одного из сооружений не Ватикана, это в километре от официального Ватикана, но одного из сооружений непосредственно связанных с папством, потому что этот мавзолей, огромнейший, вот этот вот круглый, в основании был переделан в замок, а потом в замок-дворец, для того, чтобы и казну хранить, и сокровища хранить, но мы теперь, благодаря Джованни Батиста, сможем понимать, что же там, как выглядит вообще это подземное грандиозное сооружение. Давайте попытаемся изучить, изучим, и постараемся понять, что же это за конструкция, на которой, в данном случае, если мы будем применять Криму, стоит другая конструкция. Здесь над нами ничего нет, здесь над нами, высоко над нами, находятся лимонные сады, даже регион этот район называется, Лимонлу. По лимонам, которые здесь произрастают в изобилии, и я просто в таком впечатлении, когда смотришь на эти удивительные своды, смотришь на своды гравюры, гигантские своды, и смотришь на своды здесь, вот отсюда, когда поднимаешься туда, ты, конечно, рабеешь. Джованни Батиста, хочется сослаться непосредственно на него, и вот Джованни Батиста нам скажет, потому что он-то как раз видел огромный смысл, ну и мы тоже, признаемся, любим, такие подземные сооружения. И Джованни Батиста скажет нам в записях, это не его дневник, это из его письма одному из меценатов, у вас тоже есть такая возможность поддержать, помочь наши исследования, потому что чем больше есть возможностей, которые мы все вместе создаем, тем более интересной, наполненной и содержательной становится наша с вами жизнь. Итак, чтобы ничего не пропустить, напишет Джованни Батиста, я проникал в самые глубокие и скрытые подвалы зданий, неся большие расходы, а это действительно большие расходы были тогда связаны, потому что нужно было туда добраться, да даже и сейчас добираться приходится тогда вдвойне, потому что все это было еще и занесено и засыпано, хотя сейчас нисколько не меньше, мусора и прочего. В самые глубокие и скрытые подвалы зданий, неся большие расходы и перенося крайние неудобства. А дальше ключевое. Я обнаружил там данные несравненно более ценные, чем те, которые имелись в зданиях на поверхности. Почему же здание, все, что находится под землей, для Джованни Батиста, ну и для нас, не просто не менее ценно, а даже, наверное, более значимо и ценно, чем то, что на поверхности. На поверхности совершено множество перестроек, на поверхности много переделок, на поверхности трансформации каждый, кто приходил, начинал что-то переделывать, вплоть до того, что огромные форумы в Риме крестьяне превращали просто в деревни. Очень удобно на самом деле обособиться. У тебя есть стены, у тебя есть много стройматериала. Закладывай вот эти ниши, закладывай вот эти арочные туннели, арочные проходы и создавай себе условно, ну не совсем безопасную, но более безопасную среду, чем по другую сторону стены. А вот подземелья, они находятся в лучшей сохранности. В подземельях люди, ну не живем мы в подземельях, мы их иногда используем для чего-нибудь. Ну, например, для хранения запасов каких-то. Иногда, да, безусловно, использовали в плане защиты, использовали даже как тюрьмы. Но в целом подземные сооружения для нас, непонятно сейчас я проговорю, что значит они для древних, но для нас они это подвалы для хранения, это не жилые помещения. Для древних в первую очередь вот мы с вами находимся, как бы это странно ни казалось, в огромном арочном фундаменте. Да, он выбран и мы очень хорошо видим с той стороны. Мы сейчас с вами погуляем по этим галереям, посмотрим на эту гравюру. И на примере замечательной гравюры Пиранези мы как раз и сравним, насколько же у нас совпадает огромная, во всех смыслах гигантская архитектура на такой же огромной территории. Ближний Восток, здесь Малая Азия, и там это Италия и Балканская Греция. То, что мы называем, принято называть Айкуменой. Ареалом для жизни древних цивилизаций. Итак, пойдемте погуляем по этой замечательной, подчеркну, цистерне по форме. Не факт, что по назначению. Постараемся посмотреть ее. Так мы представим, как будто мы гуляем по огромным подвалам Ватикана, по огромным подвалам, арочным подземельям, замка Святого Ангела, по любому сооружению античному, потому что в каждом античном сооружении, я много раз показывал, есть такие вот грандиозные залы. Итак, пойдемте, я вас приглашаю. В комментарии к гравюре, к своей замечательной гравюре, Джованни Батиста напишет нам. Вид подземной части основания мавзолея, он понимал, что это огромный арочный фундамент, который, вероятнее всего, не просто арочный фундамент, а он создавался еще и как какую-то огромную полезную площадь. Мавзолея, причем с заглавной буквы, который был воздвигнут императором Элием Адрианом. Ну, Элий – это родовое имя у них. В этой части, противоположной фасаду, а в данном случае имеется в виду фасаду уже замка, волнорезы построены из массивных камней травертинов. Волнорезы, потому что мавзолей находится на берегу Тибра. И каким-то образом он был, вдобавок ко всему, вот эта подземная часть, она была еще герметизирована. Хотя, вероятнее всего, судя по его гравюре, вот эта герметичность была уже утрачена, потому что, можно объяснить этим, заносы. Там вот как будто бы человек вылезает и не может вылезти еще из более низкого уровня, вот того под лестницей находящегося. Лестница, кстати, тоже подправлена, как будто бы уже она пленфиная. И второй ему помогает. Размеры человеков вы видите, размеры людей. И эта соразмерность, она наблюдается и здесь. Вот я сейчас стою в нижней части. Это не значит, что это основание. Здесь точно такой же большой занос. Здесь точно такие же массы, которые сюда занеслись и насыпались. За моей спиною созданная не стена, а выбранная порода, вот это все, она выбрана, и она вдобавок ко всему оштукатурена. Все это вы видите. Вероятнее всего, и часть подземного сооружения в замке Святого Ангела точно так же была оформлена выборкой, в виде выборки основной породы. А часть собрана из вот таких огромных мегалитических блоков основания. Мы продолжаем. Ох ты. Вот. Даже нашел... А нет, думал, мрамор. Оказалось, не мрамор, это керамика тонкая. Думаю, неужели мрамор опять 6-миллиметровый. Дело в том, что некоторые такие сооружения, особенно на поверхности, да и не только на поверхности, были облицованы не о своем штукатурке из этих вот блоков, а мрамором. Причем настолько тонким, что листы, некоторые мраморы достигали 6-ти миллиметров. Мы сегодня не можем резать такие листы. Мы их можем нарезать 6-ти миллиметров, но он отколется очень быстро. А тогда каким-то образом могли. Мы не можем транспортировать такие листы. Мы не можем крепить такие листы, потому что все манипуляции, которые мы будем совершать с этим отрезанным мрамором, они у нас приведут к разрушению самого покрытия, самого слоя. А когда мы видим листы 1 на 2 метра в музее Эфеса, то это, конечно, разноцветный, удивительный и разный мрамор, когда он покрывал стены или пол. Это, конечно, не может нас не впечатлить. Итак, пойдемте побродим по галереям, по подземным галереям. Можно сказать, Ватикана в этой удивительной цистерне. Я спускаюсь по частично утраченным лестницам этой удивительной цистерны, находящейся в городе Лаиуса Себасте. Итак, мы с вами смотрим гравюру. Книга эта появилась у меня буквально 2 дня назад, она до сих пор в Москве, но мне уже ее отсканировали. Гравюра из неизвестных, скажем так, не широко известных, потому что у Джованни Батиста, как написал профессор Торопов, на которого мы будем ссылаться, 1500-1500 гравюр, по крайней мере, не находятся в России. Об этом в 1934 году написал замечательный исследователь руинизма и творчества Пиранези Сергей Александрович Торопов. Вот эта гравюра у нас входит, вероятнее всего, в его римские древности, в альбом, я имею в виду, Джованни Батиста «Римские древности». У нас проблема в том, что альбомы не изданы. Кстати, очень скоро будет переиздание почти 100-летней папки, папки 1934 года, 90-летней папки. Так она и называется, папка Пиранези, особая папка, мы назвали это издание «Иркутская папка». О, находящийся сейчас у писателя Эраста Бутакова, Эраста Юрьевича Бутакова, я написал введение о профессоре Торопове. Эраст делает, пишет, сейчас как раз работает и скоро закончит рассказ о том, как папка, путь этой папки, как она дошла до него. А Надежда, замечательный человек, кандидат наук, руководитель группы «Руины и руинисты» в Санкт-Петербурге, тоже работает над введением. И всех желающих уже вы сможете получить почту через Вайтберрис, в издательстве выйдут эти материалы, вы сможете их получить. Но об этом перейти. Итак, мы движемся дальше, движемся точно так же, как люди на гравюре Джованни Батиста, среди вот таких вот арочных сооружений, через которые, как и на гравюре Пиранези, вот так вот под углом, а сейчас это раннее солнце, падает свет. Вот я стою на освещенной части, которая точно так же является прямиком выбранной из тела скалы. Штукатурка, к сожалению, местами отсваивается. Виден даже, видны растения, видны корни растений, виден вот это, в дна вот эта легкая дымка, чуть не сказал туман, но такая вот дымка, которая всегда свойственна полуподземным, или в данном случае практически подземным сооружениям. Мы видим грандиозный свод. Вот мы видим не просто грандиозный свод, а свод вдобавок ко всему с чередованием арок, которые у нас с опорой вот на такие вот грандиозные столбы, вот это все подчеркну один блок. Возможно, это даже не блок, а это же все было выбрано полностью, вы должны представить объем выбранного материала. Возможно, часть этого материала просто осталась от тела скалы, ее оставили, а дальше, можно сказать, наращивали, надставляли мегалиты, потому что все это перед нами мегалитические сооружения. Чередование столбов, опор, арок и плит потолочных, которые закрывают, до сих пор держатся, до сих пор вся эта конструкция, потому что это вечные камни, и они служат. Некоторые говорят, ну вот мрамор разрушается, материалы разрушаются, разрушаются на открытой поверхности и начинают разрушаться на открытой поверхности. Разрушаться они могут и 10, и 20, и 100 тысяч лет, в зависимости от условий. Эти условия великолепны, плюс ко всему дополнительная обработка и даже покрытие будет способствовать сохранению этих материалов. Здесь же нет ветра, нет эрозии, и даже нет, скажу честно, влажности. Вот бабочки есть. Пойдемте, пройдем по этим галереям, которые не провел у нас Жованни Батиста, возможно, это не значит, что он совсем не провел. Может быть, я и не прав, говоря так, потому что в 1500 гравюр нет пока к ним доступа. Их, к сожалению, не пересдают в нормальном, в большом виде, то там, то там, то там, то там, потому что все доски находятся, были изъяты в Ватиканном. Я сейчас буду подходить, вот у нас большой засып, осыпались камни, сюда появился материал, вот он тоже насыпался или излился даже, не знаю, с утраченной части, но благодаря этому у нас есть кое-какой свет. И я бы хотел процитировать профессора Торопова и его комментарии от 34-го и от 39-го годов в папке, которую, подчеркну, будем издавать, и в альбоме, который, вариантнее всего, мы тоже обнародуем. По величественным лестницам, но здесь не те лестницы, да, тут небольшая лестница, могли бы пройти целые народы и целые города, могли бы поместиться под их стремительно взлетающими арками. Но вот эти стремительно взлетающие арки, друзья, вы, конечно, можете увидеть. Вот стою я, человек среднего роста, 170 сантиметров высотой, и вот они, эти грандиозные арки, вот они надо мной. С другой стороны, с другой стороны, Джованни Батиста напишет. «Пиранези не знал усталости, энергии его беспримерны, он действительно пример и вдохновитель, в том числе и для меня. И каждый из 1500 его листов несет на себе часть страстного увлечения. Он бродит вечно, золотые слова, он бродит вечно, так, как мы бродим сейчас с вами. Среди руин, а дальше термин, который профессором Тороповым был введен, смело введен и выделен, и повторялся многократно, сейчас, к сожалению, исследователи кишка тонка, что называется, они не могут, они не могут употреблять, они боятся употреблять этот термин. А тогда спокойно можно было в научных трудах совершенно четко представить и сказать архитектура гигантов. Он бродит вечно среди руин архитектуры гигантов. Как среди этой архитектуры гигантов бродим с вами и мы. Но в завершении, в завершении, друзья, я бы хотел тоже процитировать профессора Торопова под этими сводами, под этими грандиозными 8,5, ну вот сейчас примерно 8,5, да. На самом деле, я думаю, что до верхних измерений будет этажа 3, то есть около 10 метров, и мы не знаем еще сколько там, до какой глубины у нас уходит это сооружение. Я бы хотел процитировать вновь профессора, который уже в альбоме 39-го года скажет, я написал это во вводной статье к папке и скоро, подчеркну, мы вам ее представим. Она, кстати, будет достаточно посильна по приобретению на всей территории СНГ и Европы. Ну, в Европу будет дороже отправка, а по России и СНГ будет все очень-очень доступно. Итак, написал профессор Торопов, хлестко написал, сильно написал, ничтожеством ощущает себя человек в страхе, осматривающий архитектуру гигантов. А в другой, уже в одной и той же статье, но на другой странице, в другом абзаце, он же скажет, Люди ничтожно малы против них. Проект «Пиранези ТВ» живет, проект «Пиранези ТВ» развивается. Мы давно перешли середину, пошел девятый месяц, как делаю выпуски, с октября мы начали. И закончим мы в начале октября, в день рождения Джованни Батисты. Это будет большой годовой проект. Я приглашаю вас в него включиться, включиться в свою поддержку. Если у вас есть возможность поддержать, номера, карты прикреплены, потому что новые изыскания, в первую очередь, открывают ваши возможности, ваша поддержка материальная, открывает новые изыскания, новые путешествия, новые посещения неизвестных, подчеркну, и труднодоступных мест. И вновь, и вновь, и вновь, скоро, очень скоро мы представим вам, сейчас допишут статьи, вводные соберутся и будут оформляться, мы представим вам замечательную папку, только в форме книги, листов на 150, великолепные гравюры Джованни Батисты, оригинальным образом, в оригинальном формате напечатаны, так как их издал профессор Торопов. Но обо всем этом еще впереди. До встречи, друзья, в новых выпусках «Пиранези ТВ» среди этой архитектуры гигантов. Ну а я пошел, пока.